Друзья, всех приветствую на канале Каткод. В сегодняшнем уроке мы затронем важную и интересную тему. Это сервис-контейнер, это архитектурная концепция в Laravel. Ее важно знать и понимать, но для многих новичков она может являться темным лесом. В документации по Laravel о ней подробно расписано, но здесь много сложного непонятного текста, поэтому мы сейчас попробуем ее осветить на примере простыми словами, чтобы все сразу стало понятно и в будущем, когда вы услышите такую фразу как сервис-контейнер, сразу понимали о чем речь и как это все работает, вся эта магия. В документации мы сразу видим простой пример, видим контроллера. Сервис-контейнер работает у нас, как описано в документации, в контроллерах, в event-листернерах, в middleware и еще кое-где. Ладно, неплохо. Но скажу вам сразу, в 90 процентов случаев, а то и больше, применяется это только в контроллерах, поэтому мы в сегодняшнем уроке будем как раз рассматривать контроллеры. Возвращаемся к документации, где нам показан простой пример. Итак, что у нас здесь в примере, контроллер userController, есть метод construct, это также может быть и любой другой метод в этом контроллере, ну и в любых других контроллерах Laravel. Мы, значит, передаем аргумент у функции users с указанием типа класса user repository, при этом как раз в Laravel происходит эта магия сервис-контейнера и у нас создается экземпляр класса user repository, с которой мы уже можем работать внутри этого метода. Мы также можем передавать любой свой класс и можем передавать и делать инъекции нескольких классов, указывая их через запятую. Немного отходя от документации скажу, что когда я только начинал изучение Laravel, а это была версия 6 или даже 5, но это не точно. И по умолчанию при генерации контроллера через командную строку был метод индекс по умолчанию и у него была как раз инъекция фасада request. И я думал, что это по умолчанию доступны нам только фасад request, либо форм request, либо какие-либо параметры из роута. Уже позже углубился в концепцию Laravel и понял, как это интересно все работает. Помимо инъекции класса мы также можем делать инъекцию интерфейсов и позже их биндить какому-либо классу, который наследует этот интерфейс. Но об этом мы уже поговорим сейчас более детально в примерах, чтобы стало более понятно, когда и зачем такой подход нужно применять. Давайте откроем код и пройдемся по живым примерам. Итак, я уже создал тестовые классы, скажем, testService. Это класс, который ничего из себя не представляет. Здесь есть один метод тест, который просто распечатывает единицы, а также интерфейс и классы, которые реализуют этот интерфейс, но об этом чуть позже. Возвращаемся к нашему контроллеру. Играться будем с методом индекс. В целом этот пример это у нас админка из курса Laravel с нуля. Некоторые из вас смотрели этот курс. Кто нет, ссылку я оставлю в описании. Метод индекс у нас выводит всех администраторов админ панели. И здесь мы как раз делаем инъекцию класса testService. Просто передадим аргумент с указанием типа testService. После чего в Laravel как раз произойдет эта магия концепции сервис контейнера. Он создаст экземпляр класса testService и здесь внутри метода мы можем уже с ним работать, вызовав, к примеру, этот метод test. Давайте посмотрим, что у нас произойдет. Откроем админ панель. Здесь у нас выводятся администраторы. Обновим после изменений и увидим, единицу. То есть экземпляр класса создан и мы с ним далее уже работаем после инъекции. Но такой момент. Как быть, если в этом классе testService есть какие-либо аргументы, обязательные по умолчанию. Добавим constructMethod и добавим аргумент. Пусть это будет var обязательный. После чего вернемся к нашей админ панели и увидим ошибку, так как есть обязательный аргумент, который мы не передали. Как в таком случае быть? Как строить такие инъекции? Как работать в таком случае с Laravel? Давайте откроем app service provider и посмотрим, что в Laravel под капотом происходит вот на этом уровне. Итак, что происходит при указании типа аргумента? Laravel биндит к своему приложению через метод bind namespace этого переданного класса, testService в нашем случае. И далее вторым параметром через функцию создает экземпляр этого класса. И по умолчанию это будет выглядеть следующим образом. То есть вот этот момент под капотом у Laravel будет выглядеть следующим образом. И по умолчанию никаких var естественно не передается. Но мы можем здесь, к примеру, в app service provider переопределить этот бинд и здесь уже создать экземпляр, но передать var параметры. Скажем, пусть это будет true. Давайте теперь обновим страницу и увидим, что ошибки теперь у нас не возникает. Единица снова выведена. То есть экземпляр класса testService создан и он уже с параметром var равным true. Таким образом вы просто можете делать инъекции любых классов и в случае о необходимости добавления каких-либо обязательных параметров и необязательных, вы можете также биндить это здесь в сервис провайдере. Далее еще один небольшой пример интересный. Это инъекция не класса, а интерфейс. Я также создал интерфейс мессенджер нотификатор и классы, которые его реализуют. Допустим, у вас в контроллере есть регистрация пользователя и после чего этому пользователю отправляется какое-либо уведомление в мессенджер. Здесь мы также делаем инъекцию с указанием уже не класса, а интерфейса. Мессенджер нотификатор интерфейс. Давайте сразу посмотрим, что у нас по умолчанию произойдет, если мы просто так сделаем. По умолчанию у нас произойдет ошибка и экземпляр такого класса Laravel создать не может. Но что мы можем при этом сделать? Мы опять-таки вернемся к нашему сервис провайдеру и здесь сделаем немного другой бинд. Здесь мы укажем первым параметром наш интерфейс, а вторым класс, с которым мы его свяжем. Пусть это будет telegram-нотификатор. Важно, конечно же, обязательно, чтобы этот класс реализовал указанный в бинде интерфейс и в типе в аргументе функции. После чего давайте сразу здесь его распечатаем, чтобы посмотреть и обновим страницу и увидим, что у нас создан экземпляр класса telegram-нотификатор. Когда и зачем это применяется? Скажем, у вас приложение, которое отправляет пользователям в мессенджер уведомления, как и в этом примере. И эти уведомления у вас реализованы в нескольких контроллерах и в нескольких местах. В конечном итоге, когда вы изначально использовали telegram, если вы в будущем решите изменить мессенджер на какой-либо другой, то вам придется пробегаться по всему коду, искать все эти инъекции, менять их на другой мессенджер. Но в данном случае вы просто указывали интерфейс, и вам будет достаточно в провайдере просто изменить здесь, с каким классом он связан. Как скажем, я создал также класс slag-нотификатор, который также реализует этот интерфейс. После чего, если мы обновим, то мы уже увидим, что инъекция класса произошла slag-нотификатор. Также вы смогли бы в будущем либо сразу вынести этот класс, namespace этого класса в конфиг и уже работать с ним в конфиге. Это намного удобно. Такое приложение будет намного проще масштабировать и поддерживать. Друзья, на этом все. Я попытался объяснить базовые вещи концепции сервиса контейнера простыми словами. Надеюсь, я внес ясность в ваши головы. Если вдруг что-то непонятно, либо есть какие-то более расширенные вопросы, то обязательно пишите комментарии, я постараюсь на все ответить. Также поддерживайте канал, ставьте лайк. Опять-таки повторюсь, пишите комментарии. Это все крайне важно для развития канала. На этом ролик окончен. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах.